Привет, это Автозвук Картель. Сегодня в этом видео рассмотрим магнитолу фирмы TACE, это CC2L Plus в версии 2.32. Наглядно рассмотрим все ее возможности, запустим приложение, посмотрим как она работает и как собираются комплекты на базе этой магнитолы. Магнитола имеет стандартный типоразмер 9 или 10 дюймов, поэтому может устанавливаться в любую рамку. Соответственно, если вы смотрите это видео в объявлении о автомобиле, к примеру, Chevrolet Lachette или Toyota Land Cruiser Prado, для вашего автомобиля будет необходимая рамка и комплект проводки для подключения штекер в штекер со штатной проводкой автомобиля. Экран магнитола выполнен на IPS-матрице, соответственно, это хорошая качественная картинка даже при ярком солнце и нет искажений цветов под любым углом обзора. На магнитолу можно установить любую удобную навигацию, к примеру, предустановлен Яндекс.Навигатор, здесь можно работать как с онлайн, так и с офлайн-картами, полноценно работает Алиса. Также работает Play Market, поэтому вы можете установить, к примеру, Navitel, если он вам больше по душе. На устройстве реализовано разделение экрана, поэтому навигацию вы можете включать параллельно с каким-то другим приложением, к примеру, онлайн-ТВ или онлайн-радио. Для использования всех возможностей магнитола советуем подключать ее к интернету. Это можно сделать либо при помощи Wi-Fi, либо при помощи USB-модема, установленного в один из двух слотов USB. Также в магнитоле установлен Bluetooth-модуль последнего поколения, который позволяет синхронизировать телефонную книгу, принимать звонки, совершать звонки, а также слушать любимую музыку с телефона, при этом используя динамики автомобиля. На устройстве хороший радиочип NXP для уверенного приема радиосигнала есть RDS и сохранение станций. Помимо обычного радио мы можем использовать онлайн-радио, приложение для которого предустановлено с завода. Штатный аудиопроигрыватель также мы можем менять на свой любой какой-то удобный, например, на PowerRamp. Однако встроенный аудиоплеер достаточно удобен, он отображает альбомы. Здесь есть разделение по артистам, можно посмотреть навигацию по флешке, по памяти устройства, выбрать любимый трек. А здесь также можно сделать некоторые удобные настройки, например, в плане звука. Также есть штатный видеопроигрыватель. Здесь предустановлено несколько видеофайлов для демонстрации качества картинки. Сейчас вы, кстати, видите один из примеров. Кстати, отличительной особенностью экрана является его разрешение. Это 1280 на 720 точек, то есть HD изображение. Магнитола имеет огромный спектр различных настроек. Здесь устанавливается Wi-Fi соединение, какие-то основные протоколы соединения. Далее мы можем настроить CAN-BASS, то есть выбрать марку и модель автомобиля, задать CAN-программу, чтобы работал мультируль, чтобы отображался климат на магнитолу. Можем сделать определенные настройки дисплея, качество картинки, яркость, контрастность и так далее. Звук в плане звука. Магнитола имеет хороший аудиочип от Toshiba, может работать в 2 Ома. Есть различные улучшайзеры, loud, об этом еще поговорим чуть позже. А также можем настроить цвет боковых клавиш. То есть здесь RGB-подсветка. Мы сами можем либо выбрать из готового предустановленного цвета, либо при помощи ползунков снизу отрегулировать и выбрать, то есть настроить цвет самостоятельно. Лаунчер штатного экрана, то есть его оформление достаточно удобное. Здесь и быстрый доступ к приложениям Play Market, YouTube. Можем добавить какое-то свое самостоятельное другое приложение. Само меню также удобное. Можем добавлять, выбирать другие лаунчеры. Вот, к примеру, такой вид оформления есть у магнитолы. Можно поставить еще один какой-нибудь сторонний лаунчер. Теперь более подробно поговорим о звуке с этой магнитолы. Установлен DSP-аудиопроцессор, который дает возможность нам настраивать много полос эквалайзера, от низких до высоких. Можем выбирать пользовательские, можем выбирать предустановленные различные звуковые эффекты. Также мы можем настраивать положение слушателя, выбирать звучание, смещать его вправо-влево, то есть менять сцену. Помимо этого, есть фирменные приложения от TES. Это звуковой ассистент, вернее, ассистент голосовой. Он платный, но достаточно удобный при использовании магнитолы. Еще раз повторюсь, что в обзоре сегодня у нас только лишь сама магнитола. Про навесную часть, вернее, про пластиковую рамку, про проводку под каждый автомобиль сегодня мы в обзоре говорить не будем. Комплекты на базе такой магнитолы есть практически на все модели и марки автомобилей. Посмотреть вы можете их, перейдя по ссылке в описании в наш авито-магазин, а также можете перейти на наш канал и посмотреть обзоры других моделей магнитол, которые представлены у нас также в продаже. А прямо сейчас вы можете нажать вот на этот всплывающий ролик и посмотреть топ-5 полезных приложений, которые также можно установить на эту магнитолу, как они выглядят, как работают. А на этом у нас все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!